добрый вечер добрый вечер здравствуйте уважаемые блогеры сегодня уже 20 какой 24 до января поздний вечер суббота начало этого дня субботнего блогер из перми бывший сотрудник следственный работник кгб следственный работник бессонов алексей борисович но я хотел спрятать там вот у меня такой убогий вид моего скромного сказать бедного жилища но в общем-то я решил что оставить пускай и люди смотрят что-то скорее я дожив до 45 лет ничего особо и не нажил ну нет это не проблема сейчас купить какой-то шкаф там это дали проблем нет ну просто мне вот это как-то знаете что это есть что это нет я прожил 8 лет кстати вот я это план я классический путь прошел то есть армия как бояркова я восемь лет прожил в казарме то есть практически жу казарма тумбочка брючки что там зубная паста утром зарядочка то есть в этом плане я прошел в путь классический поэтому как бы так сказать привык довольствоваться это немногим но и опять вот вы же когда живете вот допустим в армии молодой парень я 17 лет погоны одел и ну что там естественно хочется это женского внимания в этом плане никогда не понять гражданским почему вот они живут служат получаться девочки все так сказать хорошо и понимаете вот уже не понимаешь что молодой парень 18 лет писька стоит все все нормально а куда в олене 12 часов попробуй а у нас режим всякие секреты хуеты и вот как дело же молодое берет и вот мы выходили разными способами и на такие объекты супер секретные мы проводили наших подружек одна помню я ее привел туда ну там такой был секретный и там ее жарю я ее жарю она а у меня там документы лежат секретные но я так собрал папку положил ну гриф-то все увидел я смотрю на что-то притихло сначала крикнул кричала женщин а вам притихло я что-то ее так это самую так жучу смотрю чур притихло она читает запялила туда убрал то есть хочу хоть что-то есть многие вещи которые люди не понимают ну вот это все надо пройти молодости пройти отчасти чтобы иметь моральное право и говорить ты таскать всяким негодяям в этом плане я хочу сказать что ведь страной и обществом управляет элита сожалению в этом плане мы страна кто вот за прошедшие 100 лет два раза менял свою элит полностью теряла 17 год когда фактически тот офицерский корпус был весь разрушен пущен по миру расколот одни ушли красным другие шли белым гражданская война и потом 91 год когда все тоже самое приходили люди откуда с подворотина вот я смотрю на эту элиту ну как она может вывести страну из тяжелейшего кризиса сталин смог уставина было 100 министров замминистров аппарат правительства человек который вытащил страну из тяжелейшего кризиса войну выиграли экономику восстановили но это был были люди бессеребренники служили отечеству родине и так далее а вот эти смотришь ну как они он он вот допустим скажем ну там ладно гуинтарную сферу не берем министр культуры но это министр культуры все равно должен поработать сначала библиотекарем начать потом за библиотекам завклубом то есть пройти всю вертикаль министерства и скажем к 50 60 годам стать министром знать всю отрасль также как скажем министр премьер-министр должен пройти так сказать завод к.б. и так далее и стать вот и стать министром руководит отраслью также у нас вот я армия секретные школы всякие следствия все все но сюда прервалась сегодня люди приходят с подворотен в приватизации туда рвета сумма сходит должен все это пройти но в 90-е годы было стране гражданская война поэтому приемственность она просеклась и сегодня кто попала премьер-министры ничего не понимают ничего не знают а как вы выводите как выводить и вот у нас в связи с этим небольшие перетановки в пермском крае ну то же самое эти людей мы его совершенно не знаем откуда не взяли кто они там назначают любовниц любовников там тоже так сказать знаете вот это местная тусовка я когда сюда приехал я же приехал со скандалом большим там поругался думал здесь пересижу и здесь ко мне приезжали племянницы одного из премьеров не были бить кого охрана оставляла в этом аэропорту приезжал сюда истерики в матери мне устраивало побила мне рассказываю мы должны были я должен был продолжали делать сидим а я не делаю ну с бабушная баба такая какая-то неуправляемая а я крестьянин обычно что я так подумал ну что я буду там таскать как-то знаете однажды не лежит душа сам лежит сосуду вот так просто девками хорошие потом еще одна была там были очень хорошие девки порядочный хороший умный все но вот я хотел письку немножко где-то похулиганить еще письки покрутить любить любого дела нужен в казарме в казарме надоели бабу надо было я вот скажем так наверстывал упущены этим делом занимался солидно серьезно и хорошо ну а что писька должна стоять и надо даже работать поэтому женили бы меня как-то я у меня была проблема всегда отбрекаться чтобы меня не поднипать не не заловили я только чувствовал что она подружу девкой там все походишь погуляешь и к этому делу когда поступаешь она говорит нет давай на чистую без этого его как без это я не хочу а были были такие вот одна час были такие ну я все там какой-то студентик там курсантик из деревни там все она такая которого вся из себя там не приватизировал папа завода где-то еще одна была и вот она говорит ну как-то я дискотеке и пошел прожить алексей ну вы же понимаете что у вас нет никакого шанса нет не ну так ну попровожал походил где-то в кино ходили там еще что-то а потом она мне говорит но если я раньше говорила что у вас нет никакого шанса то теперь я так не говорю я так думаю ну а ты-то не говоришь а мне-то уж ты нахер не нужна у меня уже другой интерес уже другая дырка я уже так сказать на другой фронте активно пиаришь ну кто польши хочу я вел нормальную мужскую жизнь к чему и прерываю мужчин потому что но их для меня конечно были всегда табу всякие вот эти вот мужики муж с мужиками такому гомосятина вот это я как-то к этому относился очень брызглив и вот сейчас я пишу жалобы у меня интернете есть там один деятель тоже прислали мне фильм попросили что-то написал по жалобу но мальчиков каких-то затащили ну там видимость я не знаю снимают не снимают факт то что видишь у мальчики дурочки лет шестнадцать-семнадцать может восемнадцать они понимаете поэтому у человека должен быть стержень но если нет то не надо его таскать что называется подножки ему ставить надо на больших этот стержень человека воспитать что называется поддержать в сложную минуту особенно молодой когда парень или девушка ничего не умеет еще впереди куда поддержать они как шакалы их возвращают насилуют и в рот дают и во все сели жопу заставляют лизать ну это статьи я написал жалобы так вот он разбирается в том плане что ну как так можно это же негодяи понимаете зачем ему втягивать эту грязь наоборот к женщине лучше если он слабенький по натуре кто становится вот слабенькие меня я попробую предложи мне я и в молодости был видимо я вообще далеко до того дела был понимать я узнал что где-то мужики с мужиками ты меня никогда это просто интересовал где-то где-то лет 18 даже позже был свой мир спорту занимался еще там потом армия бабы интересовали бабы интересовали я греш не спорю а чтобы это для меня было то будет я хочу сказать что они втягивают этих парней молодых глупеньких да они слабенькие с подход сам с такой такой вальяжности там и так далее это неестественно и ненормально ну ладно это тема такая дурацкая поэтому говорят что вот несчастный гомосексуалист там у него там кто-то набалков там лолита писал в этом все был чайковский музыку писала они несчастные втягивают заразу столько людей поэтому я вообще-то за то чтобы баланс 21 статья пускай живут нормальной жизнью гомосексуальный брак разрешить ну зачем это в россии для меня это я не знаю для меня табу я это все не приемлемо потому что вот поэтому конечно и у нас до нас это катилась много как 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 обезьяны мы же сильны именно своей своей на цена с областью самостью своей национальной традиции я никогда не стеснялся и всегда кричал везде на каждую шагу то есть русской провинции деревни из перми и меня поначалу так знаете я специально так делаю дурачок деревенский я не понимаю и так это самое знаете так сначала а потом когда за яйца берусь все начинают открывать рот и таскать ух как-то а это вот русский человек так русский крестьянин такой у тебя сказали деревне гарри чертынский район пернского края самая глубь россии оттуда я и вот крестьянина уже сюда скидлицу и он сначала там а потом так сказать и в этом плане я хорошо полет вести я сразу все карты не выбрасываю а потом когда ну кто понимаете все понимают а кто потом не понимает те начинают горько сожалеть как я не нравится для вашим там преподаватель сидит такой все глухого строит химии тот начинает ему все которые не рассказывать я единицу вышел и он выкивает кивает типа не слышит потом а может быть мне потом онегина расскажите и у нас такие люди были шикарные преподаватели профессора и русские мужики нормальный в этом плане молодцы все должно быть и в этом плане заложено у нас огромное количество то есть нам не нужно это все это грязь гомосятина все это все это глупость должен противостоять этому и говорит пошел ты нахер у меня свое видение свое есть и в этом плане нужно сюда вещи называться ними именами я так живу вы слишком когда это ельцинская группировка пришла до бандитов в ксб их наку послал орал стульями китался сегодня завтра его посадят потому что вы слишком прямолинейный до прямолинейный но я на свободе сытые трезвые хорошие красивые они все в гробой в тюрьме вот вот и вся их хитрость и таскать у вас был то ли самый хитрый служит в москве этой поддона кого-то хитрый ничего уже все развалины и тогда я всегда служили и возглавляли спецслужбы управления выходцы из русских деревень так садится время царя было все были уже при посаде императоре и попали на георгета были выходцы таскать из это далее и все из провинции откуда всех должен все делать сам сам к всему идти и так далее добиваться сам тогда в общем так будет результат а когда его папа за руку привел папа нашел папа накормил папа напоил и что и ток от него кучит полковник этот и зубчик обрегла всю семью местных фсб всю семью 8 человек поустраивал нужно безобразие нужны трудовые коллективы направлять к б направлять лучших ребят как и было нормальных крепких сильных русских умных ребят направлять начали родину начали безопасность страну любили а сегодня вся эта благота вот он провел говорят и медведев тоже такой в жопу там пилиться якобы его там немножечко хуячат ну хер вот от них все можно ожидать я вообще не могу понять что хорошего хуем мушку жертвы для меня это дикого он возьми лучше дурку кулакова погоняй под врачи это улучшим женщину любил как хочешь как все когда говоришься как и это ради бога это поэтому такие дела все плохо родина но мы крепче и нас ебут а мы кричаем в армии идет идет взвод или рота в армии и старшина кричит нас ебут а вы хором когда молодым сладым были мы кричим и в этом тоже есть смысл почему в армии чех должен научиться подчиняться тоже пройти преодолеть все глупую гордыню научиться подчиняться научиться таскать исполнять приказы без папы что называется беспрекословно понять что это никого не унижения ничего это все вы так и так далее и тогда действительно секунд подчиняться поможет и управлять если не умеет подчиняться не может таскать свои амбиции цепи запихать куда-то но подчас она разумными чем экономика систем управления сегодня ничего нет все развалина катастрофа неминуема торса баррик сегодня 48 до лет будет 10 как он будет хранить я не понимаю ничего не работает и заводы стоят проекте по области по краю все стоит к станку никому подпусти да главное среднего звена инженеров нет людей которые производства знали и у этого нового правительства впереди где там производстве хоть один кто бы завод на заводе руководил санка у санка стоял цехом руководил колхозом руководил в армии служил парень который бы таскать и кого нет какие-то маркевич и хуевич и дурака валял по жизни пришел но эпоха качает их сажают постоянно сегодня пишут жизнь здесь вся ты взятку взял и пытался покончить же самоубийство в тюрьме тоже вот понимаете слабый человек почему свалилась на него проблема и все самое за выход почему потому что с молодец надо приучать служить в армии включать трудности в себя понимаешь что терпеть держать удары я вот например шоу на трудности шоу на самых сильных на самых мне это сказать знаете меня может удивить только один чистотой нравственностью вот я удивлюсь а все остальное это видел всю эту грязь и ты меня сегодня больше тебя беду самая большая хитрость это простота и соблюдение закона нравственность в этом плане я согласен с кантом что таскать все таки все нормально поэтому спасибо в лекцию мы закончили это давно не общаюсь ваш бессонус и барин